Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева, Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Свои наболевшие вопросы жители Карачаева, Черкесии сегодня адресовали председателю Народного Собрания Республики Александр Иванов провел прием граждан. Очередная помощь жителям Донбасса в виде продуктов питания и предметов первой необходимости. На этот раз акцию провели представители службы судебных приставов. Полицейские Зеленчукского района задержали нескольких жителей, которые занимались незаконной рубкой лесных насаждений, возбуждены уголовные дела. Сегодня в Карачаево, Черкесии стартовал седьмой этап в велогонке «Дружба народов Северного Кавказа». Сегодня спикер парламента Карачаево-Черкесии, руководитель регионального отделения политической партии «Единая Россия» Александр Иванов провел прием граждан. Жительница Черкеска Людмила Алексеевна обратилась с вопросом о возможности прохождения реабилитации после ковида в санаториях города Ессентуки. Александр Иванов ответил, что в рамках программы президента России «Здоровая нация» такая возможность существует. Для этого необходимо подать пакет документов в Минздрав Республики и получить направление. Решение вопроса будет контролировать заместитель спикера парламента, главврач городской больницы Черкеска Альбина Асланукова. Еще ряд жалоб и обращений касался организации вывоза мусора в Черкесске, отсутствия контейнеров и недобросовестная работа оператора по обращению с ТКО в республиканской столице ООО «Экосервис». Александр Иванов дал поручение не только в частном порядке решить конкретное обращение, но и проработать с мэрией Черкеска вопрос контроля за уборкой мусора в городе. Также спикер вручил нескольким многодетным семьям, которые обращались с просьбой помочь собрать детей в школу наборы концтоваров. Ситуация на Украине продолжает оставаться напряженной. Украины тысячи семей, оставшиеся без крова и пока не имеющие возможности вернуться в родные места, переживают войну в разных регионах России. Местное население повсеместно старается поддержать беженцев, оказывая им посильную помощь. Управление Федеральной службы судебных приставов по Крачево-Черкесии также не осталось в стороне. Сотрудники ведомства поддержали продуктами питания, предметами гигиены и первой необходимости беженцев из Донбасса, нашедших кров в Черкесске. Мадина Каракетова приняла участие в акции «Добра». Анастасия Коняева не может сдержать радостных эмоций. Она и не ожидала, что сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов привезут столько всего. Огромное спасибо. Столько всего продуктов. Я просто в шоке, если честно. Все очень нужно. Огромное-огромное спасибо. Просто растерялась, если честно, от такого количества. Я попросила памперсы. Это у нас самое необходимое. То, что дорогостоящее и то, что уходит очень сильно. Но я только за памперсы говорила. Может, это детское питание. Там еще продукты питания, химия. Там огромные пакеты, мешки с картошкой. Анастасия временно проживает на съемной квартире с двумя маленькими детьми. Когда семья решала, где спрятаться от войны и произвола украинских военных, Карачао-Черкесию выбрала не случайно. Здесь есть родственники. И Анастасия уже гостила в этих краях и влюбилась в них. Признается, что после Украины с трудом привыкала к тишине и чувству безопасности. Но очень переживает за родителей и супруга, оставшихся в Донецке. Родители в Донецке и муж, да. И муж в Донецке? А, вы только с детской. И не выпускают, да. Мужчин не выпускают. Ему тут вроде как бы есть поддержка, но сестры. Но все равно это очень колоссальная помощь. Нужные подарки получила и семья Мирошниченко, также бежавшая в Черкесск из Донецка. В семье двое малышей. И Юлия, когда раздался телефонный звонок и судебный пристав, спросила, что им необходимо, а также, как Анастасия, попросила подгузники. И была несказанно удивлена, когда приставы, помимо подгузников, привезли массу всего, начиная от мешков с картофелем, заканчивая бытовой химией. Мы очень рады. Мы вообще, когда приехали в этот город, вы знаете, все отзывчивые такие. Все вот, ну, в общем, я не знаю, как объяснить. Мы очень рады. Спасибо, конечно, большое. Вы же знаете, какие цены у нас на памперсы, поэтому это очень нужно. Спасибо. Ну, а так, в принципе, мы же сидим, мы здесь ничего не получаем. Ничего. Мы приехали, вот единая разовую помощь, 10 тысяч мы получили, и все. И поэтому все, что бы они не привезли, огромное спасибо. Судебные приставы с подарками посетили еще несколько семей из Донецка и Луганской народных республик, временно нашедших пристанище в республиканской столице. Мы с коллегами подготовили продукты питания, предметы первой необходимости и детское питание. Все необходимое приобреталось с учетом нужд каждой отдельной семьи. То есть предварительно мы уточнили, что именно необходимо закупить, в чем имеется потребность, а также и уже в зависимости от пожеланий каждой семьи организовывали помощь для поддержки семей из Донецка и Луганской народных республик. По словам сотрудников управления службы судебных приставов по Карачаевой Черкесии, это не разовая акция. По мере возможности управление будет и впредь оказывать помощь вынужденным переселенцам делать добро. Это еще одна добрая традиция, давно сложившаяся в УФССП. Мадина Каракетова, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. В Карачаево-Черкесии возбуждено два уголовных дела по фактам незаконной рубки лесных насаждений. Следственным отделом МВД России Зеленчукский возбуждено два уголовных дела в отношении жителей Станицы Кордоникская и Аула Козыл-Октябрь. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса России незаконная рубка лесных насаждений в особенно крупном размере. Сумма ущерба по обоим фактам для лесничества составляет около 1 млн 382 тыс. рублей. В отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения, подписка о невыезде и надлежащем поведении. Преступления выявлены сотрудниками полиции в ходе проведения мероприятия на территории Аксаутского участкового лесничества. В ходе осмотра в прицепе к трактору полицейские обнаружили 12 деревьев породы сосна. Подозреваемые выяснили, что рубку они вели самовольно. Транспортные средства с лесом изъяты и помещены на специализированную стоянку. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии дождь, туман в отдельных районах сильный, с грозой, градом и шквалом до 20 метров в секунду. Ветер западный 6-11, в горах будут порывы до 15-18. Температура ночью 9-14, в горах до плюс 8, а днем 14-19 градусов тепла и местами до плюс 13. В Черкесске дождь, ветер западный 6-11, температура ночью 12-14, а днем 17-19 градусов тепла. Атовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест, постельные принадлежности, полотенца и многое другое. Скидка 30% на все. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-938-030-30-50. Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Продолжаем выпуск. В Черкесске стартовал седьмой этап 30-й юбилейной многодневки «Дружба народов Северного Кавказа». Ранее лучшие велогонщики России, Казахстана и Белоруссии преодолели сложнейшие шоссейные маршруты в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, а также в Ставропольском крае. И вот теперь на очереди Карачаево-Черкесия. О том, что предшествовало началу состязаний по дорогам нашей республики, расскажет корреспондент Артур Мхце. Я катаюсь в основном с друзьями, смотрю на них, как бы они... Мой пример мотивации, можно так сказать, какие-то они трюки умеют, какие-то они не умеют. Мы обмениваемся опытом. Саше 19 лет. Он родом из Краснодара. Там же учился выполнять на велосипеде сложнейшие трюковые элементы. Сейчас периодически соревнуется в дисциплине BMX, а также участвует в показательных выступлениях, которые периодически организует Всероссийская Федерация Велосипедного Спорта. Сегодня он один из тех, за чьим шоу на Центральной площади Черкеска смотрели сотни пар глаз. Впрочем, главными героями этого дня всё же стали другие люди, которые соревнуются за победу в велогонке «Дружба народов Северного Кавказа». Именно в этой гонке я участвую второй раз, в прошлом году был первый раз. Думаю ещё побороться за какие-то этапы, потому что сам я слишком тяжёлый для гор, поэтому приходится пытаться за этапы. На этих соревнованиях выступаю четвёртый раз, две из них выиграл. В том году проходил Кавказ у нас в республике Адыгея по одной республике. В этом году гонка проходит немного интереснее. Она проходит из республик. Достаточно интересные маршруты делают. Многодневка «Дружба народов Северного Кавказа» впервые прошла в 1993 году по инициативе первого президента Адыгеи Аслана Джаримова. Уже через год турнир был включён в график чемпионатов России по велоспорту на шоссе. Спортсмены из Карачао-Черкесии достижениями пока похвастать не могут. Зато организация соревнований, по словам участников и членов Федерации велоспорта, на должном уровне. А чтобы результаты пришли и к местным ребятам, им от Всероссийского ведомства были подарены наборы спортивной формы и велосипеды. До старта считанные минуты. Велогонщики ранее преодолели маршруты Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, побывали в Ставропольском крае. Шоссейные трассы Карачао-Черкесии – это сочетание сложнейших испытаний и нереальных пейзажей, которыми богата республика. В пути можно засмотреться красотами. Главное – не пропустить конкурентов. Первая часть – маршрут от Черкеска до Карачаевска. Затем пилотон ожидают Тиберда, Архыз, поселок Романтик и обсерватория Российской академии наук. Многодневка завершится этапом по Адыгее, после чего и будут подведены окончательные итоги состязаний. Артур Мухц, Мухаммед Ишебоков, Вести, Карачао-Черкесия. Свой полувековой юбилей отметила наша коллега, руководитель абазинской редакции, телерадиоведущая и корреспондент Фатима Хунова. Поздравить виновницу торжества собрались коллеги ГТРК Карачао-Черкесия, руководители общественных организаций и представители руководства абазинского района. Юбиляру вручили дипломы и грамоты за многолетний добросовестный труд и за высокий профессионализм. Все сошлись в едином мнении, что Фатима прекрасный журналист и зрители с удовольствием ждут в своих домах добрые новости, интересные передачи от любимой ведущей и автора. Фатима Хунова работает в телекомпании почти 30 лет и не представляет своей жизни без любимой работы. Больше радости, больше жизни, больше творчества я тебе желаю. Спасибо огромное. Счастья тебе и здоровья. Спасибо. Она у нас, знаете, она у нас профессионал. Мы сегодня говорили о том, что бывают случаи, когда один человек даже остается в отделе, она может сама работать за троих. Наш эфир абазинской редакции в надежных руках. Я хочу сказать, что Фатима у нас очень благородная. То, что она красивая, я думаю, зрители и так видят, об этом можно даже не говорить. Опять же, она профессионал. В Москве прошел конкурс «Портрет фронтовой собаки», где победителем специальной номинации от юно-армии стал школьник из Карачаево-Черкесии, 11-летний Александр Сорокин. На выставке участвовало более 2,5 тысяч работ о четвероногих героях времени Великой Отечественной войны, о собаках, санитарах, подрывниках, связистах. Свои произведения прислали из 79 регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. На основе работ победителей конкурса будет выпущена лимитированная коллекционная серия открыток. Всем вручили дипломы и подарки. Сам мальчик Саша Сорокин из Тиберды любит заниматься спортом, в частности, кататься на лыжах, на которых он умело стоит с 5 лет. Я был очень рад, что я занял первое место. Участникам было это игра, чтобы они тоже занимали первое место. Портал бронирования санатории России.рф представил рейтинг российских регионов по популярности отдыха по программе осеннего туристического кэшбэка в этом году. В ТОП-5 в СКФО входят Ставрополь, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Чеченская республика и Кабардино-Балкария. Благодаря программе кэшбэка многие отдыхающие приобрели путевки по доступной цене и впервые посетят Здравница, расположенная недалеко от места жительства. Напомним, продажи туров с кэшбэком прошли с 25 августа по 10 сентября, а отправиться на отдых можно с 1 октября. Это все вести. Прямо сейчас продолжение сериала «Елизавета». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова